Рогозин Павел Иосифович Совокупность Совершенства Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Послание к Колосинам, глава 3, стих 14. Глава 13. Совершенство любви. Любовь – итог всех совершенств и сумма всех добродетелей. Описывая неописуемый облик любви и помня о том, что Бог есть любовь, мы, конечно, не можем сказать о ней слишком много или преувеличивать ее высоких достоинств, свойств и качеств. Климент Александрийский спрашивает, кто способен объяснить божественную любовь? Кто может вполне описать ее силу и ее красоту? Высота, на которую любовь Христова подымает нас, верующих, не может быть выражена человеческими словами. Любовь – мать жизни. Мы живем настолько, насколько мы любим. Тот, кто не любит, тот и не живет. Наша жизнь осмысливается любовью, поэтому лучше не жить, чем жить и не любить. Любовь призвана являть нам невидимого Бога реальным, осознаваемым, явным, видимым для наших сердечных очей. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Где любовь, там и Бог. Где нет любви, там нет Бога. 1 Иоанна 4, Матфея 5. Жизнь Христа была жизнью любви, обнаруживающей, проявляющей Бога, делающей невидимого Бога ясным и понятным, желанным и приемлемым. Любовь – язык неба. Не нуждающийся в устолковании, язык, который не книжные понимают, немые говорят, глухие слышат и слепые видят. Жизнь Христа была проявлением Бога. Наша жизнь должна быть проявлением Христа. Назначение христианина не в том, чтобы рассказать о Христе, а показывать Христа свою жизнью любви. Ибо как Христос был образом Бога невидимого, так и нам, верующим, надлежит быть подобными образу Сына Его. Любовь – подобие Бога. Она – источник всякого добра, раскрытия всякого блага, предверия и предвкушения рая. Для нас нет ничего более ценного и приятного во всем мире, как сознавать, что есть кто-то, кто нас лично очень любит. И я покажу вам самого несчастного человека на Земле. К сожалению, мир переполнен такими именно несчастными, неверующими в то, что Бог есть любовь и что Он беззаветно их любит. Если бы они уразумели этот бесспорный факт, они стали бы все в очередь, чтобы прийти к нему за прощением и получить от него новое сердце, жизнь с избытком, с избытком любви, мира и радости. Если бы каждый смертный решительно мог сказать «Я избираю любовь», пусть любовь Божия наполняет мое сердце, управляет и распоряжается моей жизнью, мы имели бы рай на земле. Любовь имеет исключительную способность уживаться с теми, у которых нет любви, и сосуществовать с теми, чьи поступки ей не нравятся. Любовь учит нас жить скромно и просто, очень экономно для себя и расточительно для других. Любовь приносит жертву ради Христа, не отдавая себе отчета в ее стоимости. Она сражается за истину и не смотрит на полученные раны. Она трудится и не рассчитывает на заслуженный отдых. Она совершает подвиги и не ожидает награды и похвалы. Она полагает жизнь свою за друзей и жалеет о том, что располагает только одной земной жизнью. Любовь достигает недостигаемых для человека вершин мудрости и способна нисходить к ее бездонным глубинам. Она может показаться неверующему человеку отсталой и неразумной, но она безошибочно отвечает на все те вопросы, на которые у разума нет ответа, но которых разум не может не ставить себе. Любовь никогда не допускает того, что не угодно Богу, что вовредит себе и причиняет урон и неприятности людям. Любовь мудра и проницательна. Она учит нас мудро распределять каждый новый день, посылаемый Богом. С нею у нас достаточно времени для того, чтобы не спеша утром помолиться, ибо в этом источник силы. С нею достаточно времени для углубления в Слово Божие, ибо в этом сокровище мудрости. Она найдет время для труда и служения ближним, ибо в этом тайна успеха. Время для размышления, ибо в этом основание. Время для невинных развлечений, ибо в этом секрет молодости. С нею найдется время, чтобы от души посмеяться, ибо смех любви – музыка души. Любовь выше всяких требований, этикета и морали, выше всякой религии, философии или формального бездушного богопоклонения. Ни одна добродетель не приносит нам столько добра и не оказывает столько всякого блага, как простая искренняя любовь. Любовь – это свет во мраке ночи, голос среди безмолвия пустыни. Любовь держит сердце наше свободным от зла, мести, ненависти, душу от горьких и недобрых чувств, ум от обольщений и забот, совесть от ее укоров и угрызений. Любовь услаждает самую горькую чашу жизни. Она бессмысленно смывает с нашей памяти самые мрачные картины прошлого, снимает с нашей души любую тяжесть, восклоняет безнадежно поникшую голову, просвещает давно померкший взор, поднимает опустившиеся руки и укрепляет колено дрожащее. Она уравнивает самые ухабистые перевалы узкого пути, дает новое жизненное направление, расширяет наш шаг и умощает головы наши свежим елеем. Евреям 12.12, Псалом 22. Любовь, как солнце, светит на всех и ничто не укрыто от теплоты ее. Псалом 18. Христианин – носитель любви, сосуд Божий, преисполненный любовью. Многие склонны удовлетвориться тем или иным словесным определением любви, называя ее чувством, настроением и тому подобное. Но чувству нельзя приказать, нельзя насильно заставить любить. Конечно, любовь может и должна проявлять себя в чувстве, но любовь больше, чем какое бы то ни было чувство. Наши чувства изменчивы, шатки и непостоянны. Они обусловлены окружающей средой, погодой, состоянием здоровья, настроениями нашей души и т.д. Посему было бы ошибкой допустить, чтобы чувства управляли бы нашими поступками, отношениями и решениями. По учению Священного Писания, любовь является не чувством, но принципом, тем духовным законом совершенным, который призван быть господствующим фактором в жизни каждого возрожденного свыше христианина. Этому предмету апостол Павел посвятил целую 13 главу своего первого послания к Коринфянам. В этой главе апостол Павел не пытается дать любви то или иное теоретическое определение, но, перечислив ее качество и совершенство, он указывает, на что любовь способна, что она делает и чего она не делает. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. А теперь пребывают сие три, вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. В послании к Колоссянам апостол Павел называет любовь совокупностью совершенства, а в своем послании к Коринфянам открывает нам некоторые из этих ее совершенств. Перейдем к нашему скромному рассмотрению этих совершенств. КОНЕЦ ГЛАВЫ КАПЛИ СОТА СЛУШАЙ И НАДИДАЙСЯ КОНЕЦ ГРОЛЬ КАПЛИ СОТА